Здравствуйте, уважаемые зрители и преданные подписчики, а также парфманьяки и любители парфюмерии. Это канал Фрагрансмания, канал о парфюмерии и парфюмерном этикете. Небольшой дисклаймер, все что я говорю на своем канале, это сугубо мое мнение и оно может отличаться от вашего. Я ничего не рекламирую, ничего не продаю и также не агитирую вас что-либо покупать или наоборот не покупать. Сегодняшнее видео в основном для женской аудитории, так как парфюм, о котором будет речь, это женский парфюм бренда Zimaia, который называется Naviim. Этот парфюм я приобрел для своей жены, она его уже разносила и все что я вам буду рассказывать, это будет с ее слов и частично о моих ощущениях, так как я его ощущаю со своей жены. Обычно я люблю обращаться к официальным сайтам, чтобы посмотреть ноты парфюма, но у этого бренда нету никакого официального сайта, я смотрел на его ноты, от сайту к сайту они разнятся, поэтому сегодня я не буду опираться ни на какие из нот, а буду рассказывать только о своих ощущениях. Для начала давайте я покажу вам упаковку и флакон и потом уже расскажу как я его чувствую. Вот так вот выглядит упаковка этого парфюма, это большая коробка относительно, написано Naviim, Zimaia, Eau de Parfum, емкость 100 миллилитров. Сверху мы здесь видим бренд Zimaia, здесь тоже название бренда, по бокам такие вот узоры и снизу есть всякие надписи, ингредиенты и написано, что парфюм сделан в Арабских Эмиратах. Теперь давайте открою и покажу вам флакон. Вот так вот выглядит флакон этого парфюма, сделан он очень классно, такого знаете темно-красного цвета, в общем сделано очень презентабельно. Крышка здесь пластиковая, она легкая, сверху здесь есть узор, пульверизатор здесь высокий и распыляет хорошо и снизу мы здесь видим фирменную наклейку. Теперь, несмотря на то, что этот парфюм женский, я все-таки нанесу его на себя и расскажу вам об ощущениях. Итак, к старту ароматы не очень сильно громкий, но довольно таки хорошо заметный. И если дать оценку интенсивности, то я бы сказал, что это где-то 7-7,5. Если говорить про сладость старта, то он сладковатый, но не приторный. И если дать оценку, то я бы сказал, что это где-то 7,5-8. Первое, что я чувствую в старте этого парфюма, это ноты каких-то фруктов. И в старте он мне немного напомнил напиток, который называется Дюшес. Если мне память не изменяет, это такой грушевый сладковатый напиток. И помимо вот этого Дюшеса, вот этой груши, я еще немного ощущаю какие-то экзотические фрукты. То есть, старт у него сладковатый и фруктовый. Но буквально после того, как проходит где-то минут 5, начинает к этому запаху груши, вот этих вот экзотических фруктов, приходить запах каких-то цветов. Скорее всего, это какие-то белые цветы, возможно, это жасмин. И вот так вот цветочно-фруктово он начинает пахнуть. И после того, как парфюм окончательно устаивается на коже, где-то через полчаса я начинаю ощущать в этом парфюме некую лактонность. То есть, он приобретает какой-то немного сливочно-кремовый оттенок. И в принципе, вот так вот цветочно-фруктово-сливочно он звучит уже до самого конца. Если говорить в общем про парфюм, то собран он очень хорошо. У него нету каких-то выпирающих нот, у него нету каких-то провалов звучания. И вы никогда в жизни не скажете, что этот парфюм из Арабских Эмиратов. Потому как он звучит как абсолютно европейский люкс. То есть, если бы мне закрыли глаза и дали бы его понюхать, я бы однозначно сказал, что это какой-то европейский аромат. Этот аромат в своем звучании очень женственный, очень манящий, очень нежный, очень изящный. То есть, все эпитеты, которые можно сказать про хороший женский парфюм, они все подходят этому аромату. Мне очень нравится его звучание. И если говорить, кому подойдет такой парфюм, то он однозначно подойдет как молодым девушкам, так же и женщинам, в годах. То есть, в этом отношении он абсолютно универсальный. Если говорить про его стойкость и шлейф, то они у него средние. На коже жены я отчетливо ощущаю этот парфюм где-то 2,5-3 часа. И потом он начинает слабеть. Если говорить про его шлейф, то у него нету очень длинного шлейфа. Я бы сказал, что у него шлейф более интимный. То есть, он чувствуется хорошо где-то на 50-70 сантиметров от кожи. Этот, знаете, такой аромат, который обволакивает своего носителя. И вот чисто для него звучит. То есть, все окружающие не будут чувствовать этот парфюм. Этот парфюм не будет никого раздражать своим звучанием. Он довольно-таки понятный. И его можно надеть куда-нибудь в офис. Также его можно надеть на свидание, куда-нибудь на культурную программу, на прогулку, в театр. Он, в принципе, в этом отношении довольно-таки универсальный. Если говорить на какое время суток подойдет этот парфюм, то я его вижу как и на дневные, так же и на вечерние часы. Если говорить на какое время года подойдет этот парфюм, он подойдет как на холодное, так и на теплое время года, но не на жару. Мне кажется, что в жару он все-таки будет немного душить. И если подвести итог и дать оценку этому парфюму по пунктам 10-бальной шкалы, то по упаковке и флакон он получает у меня десятку. И флакон, и упаковка сделаны качественно и презентабельно. Если говорить про оригинальность этого парфюма, то я тоже поставлю ему десятку. Пахнет он очень здорово, неизбито и как хороший добротный европейский люкс. Если говорить про его стойкость и шлейф, то я поставлю ему семерку. Все-таки мне кажется, что для такого парфюма он должен держаться намного лучше и в шлейфе он должен быть намного больше. И если говорить про его цену, то на сегодняшний день его цена 27 долларов, но я его купил со скидкой где-то 23-24 доллара. И считаю, что это отличная цена для такого парфюма. Вот такое вот впечатление у меня по этому аромату. Как всегда можете оставлять комментарии под видео. А я прощаюсь с вами, будьте здоровы и до новых встреч. Пока!